В России сегодня дали старт Международному году периодической таблицы химических элементов. Наверное, больше известной как таблица Менделеева. 150 лет назад русский ученый открыл периодический закон. Научные конференции, тематические выставки и конкурсы молодых исследователей пройдут в этом году под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах. Помимо России, это, кстати, Франция, Германия, Испания, США и Япония. По случаю открытия года периодической таблицы мы пригласили в студию вице-президента. Российского союза химиков. Мария Иванова. Мария, здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам. Сейчас будет большое количество вопросов от человека, который давно закончил школу, а в школе тоже с химией не слишком дружил. Сегодня во время официальной церемонии в Российской Академии наук показали ролик, суть которого сводилась к тому, что чуть ли не все в мире так или иначе основано или связано на этом открытии. Правильно ли я понимаю, что можно говорить, что периодические законы – это не только про химию? Периодические законы, на самом деле, про всю нашу жизнь. Потому что открытие периодического закона, оно послужило уникальной базой для многих ученых, связанных не только с химической промышленностью, но и с наукой химии. Но это физика, это различные направления, связанные вообще с нашим мирозданием, с нашей страной, с нашей Вселенной и с системой существования жизни в целом. Если говорить про таблицу Менделеева, периодически она обновляется, верно ведь? Не совсем так. Она не обновляется, а то есть… К ней добавляются элементы. То есть эти элементы, по большей части, были предсказаны Дмитрием Ивановичем еще в момент создания самой таблицы, и оставались пропуски. То есть те пустые места, которые со временем дополнялись уже учеными, присваивались им определенные названия. Но сами эти вещества, они были предсказаны Дмитрием Ивановичем, и он фактически даже для большей части из них даже рассчитал атомный вес. Поэтому это очень важное исследование. И вот это, кстати, стоит обратить внимание, что именно таблица Менделеева, она отражает системность всего подхода и помогает именно предсказывать последующие элементы. А известно, сколько элементов еще не достает? Вот буквально сегодня на вступительном слове при открытии года периодической таблицы в России наш Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил, что в этом и в следующем году планируется в Дубне синтетически получить 120 и 121 элемент нашими учеными. То есть на самом деле таблица будет еще расширяться. Я думаю, что место для всего этого есть. Но неизвестно сколько. То есть это не конечное? Это не конечное. Потому что ученые работают над тем, чтобы дополнять с учетом тех новейших исследований и в квантовой химии, и в квантовой физике и так далее. То есть здесь есть к чему... То есть это синтезируется? Здесь нет истории про то, что есть вот что-то в природе? Все, что было в природе, вернее, то, что есть в нашем наблюдаемом мире на сегодняшний день, оно уже получило свое отражение в данном действующем варианте таблицы. Потому что есть такие уникальные элементы, которые существуют буквально долей секунды. И зачастую нужно именно в лабораторных условиях ученым зафиксировать сам факт наличия данного конкретного элемента. Поэтому наука о химии и наука о веществах, она безгранична. Как это красиво звучит. Наука о химии, она безгранична. Скажите, вот этот год, значит, международный год периодической таблицы химических элементов. Чего вы ждете от него? Ну, как, наверное, россиянину, мне бы хотелось, чтобы все-таки периодическая таблица химических элементов по всему миру носила имя Менделеева. Она только в России, в Российской Федерации. Мы ее все называем периодической таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева. Потому что во всем мире она носит название без имени ученого. Здесь есть ряд своих факторов. Поэтому я думаю, что на основной официальной эмблеме, как мы видим, есть портрет Дмитрия Ивановича. И я уверена, что это хороший посыл для всех ученых со всего мира. Наконец признать, что конкретная данная, периодическая таблица, она все-таки должна носить имя Дмитрия Ивановича Менделеева. А какие факторы, поясните? Почему это до сих пор нет? На сегодняшней лекции как раз в Академии наук прозвучали очень важные слова. Что в преддверии формирования итоговой периодической таблицы имени Менделеева, многие ученые со всего мира пытались так или иначе систематизировать все свои знания о таблице. И, наверное, самый лучший итоговый вариант, как раз с учетом фактора, что таблица может иметь места с предсказанными какими-то уникальными элементами или веществами, она была только у Менделеева. А все остальные системы так или иначе, они носили несколько только ограниченный набор элементов и своеобразный подход. То есть, получается, это в каком-то смысле обида, что ли, нежелание признавать? Нет, ну, это сложно назвать обидой, просто такие моменты иногда случаются в дыровом сообществе. То есть, это конкуренция? Ну, можно назвать по-разному. Очевидно, вам почему-то не хочется это так называть, но, видимо, вы к этому близки. Помимо того, что вы надеетесь, что во всем мире все-таки она станет таблицей Менделеева, будет ли этот международный год периодической таблицы химических элементов выражаться в каких-то, я не знаю, в повышенном количестве мероприятий, насколько я понимаю, какие-то научные конференции и прочее? Безусловно. Запланировано огромное количество мероприятий с различных точек проведения. Это и в научном сообществе, и в профессиональном сообществе, и на промышленных площадках. То есть, на самом деле, по всему миру будут происходить различные мероприятия для усиления, привлечения внимания вообще к науке, а к химии в частности. Потому что все-таки, так как я сама являюсь выпускницей Менделеевского университета российского химико-технологического, очень важно понимать, что химия, она проходит сквозь всю нашу жизнь. Потому что любая другая промышленность, любая другая наука, она носит в себе элементы химической науки. Любая. Любая, конечно. Чем бы мы сами ни занимались, будь это медицина, будь это сельское хозяйство, будь это металлургия и так далее. То есть, химия в том или ином виде присутствует везде. Плюс химия окружает нас с вами ежедневно и повсюду. Начиная от воды, заканчивая одеждой, которую мы с вами носим, ручками, которые мы пишем и так далее. Вот как раз я думала, ручки сейчас. Поэтому здесь без химии не может существовать ничего. Есть ли какие-то у химии в этом смысле конкуренты, которые тоже повсюду, среди наук? Ну, сложно так прям выделить. Я думаю, что, наверное, не совсем точно так их разделять. Потому что математика и химия – главный двигатель нашей жизни. Как раз два предмета, с которыми у меня были самые большие проблемы всю мою жизнь. Значит, что-то я делал не так. Спасибо вам, спасибо, что приехали к нам в студию. Мария Иванова, вице-президент Российского союза химиков, дала открытый урок нашим зрителям и мне. Урок химии в сквозном эфире RTVI. Спасибо большое. Это сквозной информационный эфир. Сейчас новости, после которых продолжим.